здравствуйте дорогие зрители вы на канале телеклуб оксаны гетман и мы сейчас говорим о пост-шоу проекта холостяк как выйти замуж на стб и как всегда опрос какая холостячка вам больше нравится пишите в комментариях в данном выпуске обсуждали тему может ли платоническая любовь быть изменой и конечно же может а вы так не думаете а в гостях у нас на диванчике кудряшка ксения вот как раз она была в роли любовницы но платонической похожая ситуация была и у алисы также на сцену вызвали кристину она мне такая странная и я ее где-то видела вот вы видели ее где-то где напишите вот может она где-то снималась ну такая знакомая вот у кристины была крайне трагическая история наделила парня с другой девушкой постоянно с его бывшей а также она даже поступила в его город лишь бы быть с ним а у него таки не полюбил и потом конечно же после этого она стала ему изменять целых пять лет а как вы думаете приемлемо ли это месть измена из мести а рассталась она со своим любимым вообще очень интересно ее любовник с ее же аккаунта ее любимого заблокировал бинго шедевр и потом этот экс любимый бегал за ней ну да она действительно яркая тут как ни крути ее не зря взяли в проект прикольно было когда у девочек спросили изменяли ли вы когда-нибудь своим мужчинам виктория ответила пока что нет все понятно вообще проект холостяк это одна сплошная измена и вышла на сцену лола села на диванчик показали сюжет ее ухода с проекта и как она не может и не могла быть на проекте без своей подруги алисы лола за кадром назвала девочек шкурами когда они этого не слышали и с каким же гневом и злостью набросилась на нее жена ступки аргументируя это тем что шкуры это проститутки и это огромное оскорбление но давайте посудим справедливо лола называла девочек за глаза так а девочки ее гнобили прям в живую при ней обсуждали ее пускай шепотом но говорили про ней гадости и она не смогла им дать отпор при них это единственное как она смогла выкрутиться это обозвать их пока они этого не слышат да это признак слабости но а как бы вы себя чувствовали в ситуации когда вокруг вокруг много девочек которые могут навредить вам даже и физически потому что были угрозы однажды девочка хотела устроить темную как бы вы поступили и поскольку у нас тема конкуренции и как-то с темы лолы и алисы мы перешли в тему дружбы на проекте то позвали участника проекта холостячка андрея рыбака он рассказал о своей дружбе с сашей на проекте о том что он готов был пойти ради саши и уйти с проекта а вот саша не готов был просто потому что саша действительно влюбился и андрей вроде как бы и не обижается на это и сейчас мы с вами поговорим о оле челки элитки какой она предстанет перед нами на пуст шоу во первых с другой челкой однозначно это будет довольно миленько а вам как больше нравится старая прическа или новая мне лично однозначно новая всех заинтриговала ее надпись на руке элитка даже уезжая с проекта оля отметила что она не успела открыться и рассказать свою историю почему у нее такая татуировка оля призналась что она тоже порнушница и в ее жизни был интим за деньги ух какой неоднозначный нам попался сезон уже трое у нас порно просто у меня даже возникла идея снять пародию на эту тему пародию на проект холостяк как вы думаете зайдет боже мой я если честно думала что этим занимаются девушки просто от безысходности когда нет денег когда они живут ну в самых забитых странах там я не знаю где-то в африке но когда у тебя все хорошо этим заниматься я не понимаю зачем девочки чем меньше у вас было партнеров тем лучше даже ноль это иногда лучше чем один не то что вот так так оля в пошлоу заявила что она еще продолжает этим заниматься у нее есть семейная пара которая ей финансово помогает вот такая вот история и почему-то мне жалко ее а вы мне напишите в комментариях какая холостячка вам нравится больше всего жду от вас пальчики вверх и до новых встреч